«Честь Божьих служителей, бедная вдова обеспечивала пророку или материальное благополучие, после чего она стала богатой. Бедная вдова обеспечивала пророку или материальное благополучие, после чего она стала богатой». Изначально вдова считала, что и ее сын, и она умрут из нищеты. Но история ее жизни изменилась, как только она помогла слуге Божьему. Писание сообщает об этом, так что он встал и поехал в Зарифат. И когда он подошел к воротам города, там действительно была вдова, собирающая палки. И он позвал ее и сказал, принесите мне воды в чашки, чтобы я мог пить. И когда она собиралась получить его, он позвонил ей и сказал, пожалуйста, принеси мне кусочек хлеба в руке твоей. Тогда она сказала, как жив Господь, Бог твой, у меня нет хлеба, только горсть муки в мусорном ведре и немного елея в банке, и видишь, я собираю пару палочек. Чтобы войти и приготовить их для себя и своего сына, чтобы мы могли съесть их и умереть. И сказал ей Илья, не бойся, пойди и сделай, как ты сказал, но сначала сделай из него маленький пирог и принеси его мне, а потом сделай для себя и сына твоего. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, мусорная корзина не должна быть израсходована и не должна иссякать банка с елеем до того дня, когда Господь пошлет дождь на землю. Поэтому она ушла и сделала по слову Ильи, и она, и он, и ее домочадцы ели много дней. Мусорная корзина не использовалась и не иссякла банка с елеем, по слову господа, которое говорил Илья, один цар. 17, 10, 16, урок, хорошо благословлять Божьих слуг, те, кто заботится об этом, получат динамические благословения Божьи. Поскольку имя Божье ассоциируется с рабами Его, и Его присутствие всегда с ними, то всякий, кто благословит их, будет благословлен. Кроме того, всякий, кто нападает на слугу Божьего, будет жестоко наказан. Иегова определенно будет противостоять противникам своих слуг. Молитва, дорогой Божьей, я понимаю, что Ты благословишь меня, если я буду уважать Твоих слуг, и Ты будешь наказывать меня, если я не уважаю их. Поэтому я молюсь, чтобы Ты помог мне быть осторожным с моим отношением к рабам Твоим. Позволь мне уважать их и заботиться о них, позволь мне служить их нуждам. Также, дай мне благодать вспоминать о Твоих слугах в моих молитвах. Благослови меня, как я помню, чтобы я служил людям, которые представляют Тебя на земле. Ибо во имя Иисуса Христа я исполняю свои просьбы. Аминь. Аминь. Продолжение следует...